То есть первое, основное, это ухудшение переносимости физической нагрузки. То есть если вы чувствуете отчетливую разницу, если вы раньше могли пройти, допустим, километр или подняться по рестнице на третий, четвертый, пятый этаж без проблем, без снижения темпа ходьбы, без остановки, без отдыха, а сейчас вы этого не чувствуете, и ваша переносимость нагрузки заметно уменьшилась, вы стали быстрее уставать, вас беспокоит сердцебиение, дискомфорт какой-то в области сердца и беспокоит одышка. Если у вас появляются какие-то эпизоды одышки в ночное время, в состоянии покоя, то это для того, чтобы обратиться к врачу. Он сидит дома, предположим, целый день дома, выходной день, у него нагрузки физически нет, его ничего не беспокоит. Слава Богу. Он считает, что он здоровый. Ничего же не беспокоит. А потом пошел на работу, утром встал, вышел на улицу, поел, может быть, покурил мужчину, появилось неприятное ощущение. Он две минутки постоял, вроде как прошло. А дальше разошелся, в течение всего дня это уже не беспокоит. А это может быть начало ишемической болезни. Особенность вот наших болезней, вот то, что скрытый характер наших болезней, их кратковременность и возникновение только на высоте нагрузки. А некоторые наши... Ну вот я когда, конечно, в гору поднимаю, сейчас или вот там сосед у меня живет на пятом этаже, я сейчас к нему просто не хожу пешком, потому что мне неприятно, понимаете? Вот. А всех остальных случаев его это не беспокоит. И он живет с этим совершенно спокойно, да? Когда вы замечаете неприятное ощущение в груди, одышку, сердцебиение во время физической нагрузки, на пике нагрузки, которая длится несколько минут, и после прекращения нагрузки проходит, это не повод успокоиться, а повод тому, чтобы обратиться к доктору. Потому что это может быть начало нашей заболевания. Ишемической болезни сердца в частности.